Слушай, ты знаешь, я люблю тебя, и даже если подумать в другую сторону, в этом случае у меня начнет формироваться состояние влюбленности. Хорошее, правильное состояние. И твоя задача будет дальше только усиливать. Итак, первые фишки, первый набор фишек по формированию состояния влюбленности, это простые вещи, такие как, например, слушай, хватит мне названия постоянно, даже если я ее только что встретил, даже если только что я увидел ее, и я иду вместе с ней, и рядом идет ее подружка, и я говорю, слушай, привет, хватит уже мне названия, вот она, что, я тебя не знаю, да ладно, не знаю, каждый день мне по 10 смс их пишешь, в любви мне признаешься, сердечки шлешь, ее подружка будет спияться, они уже вдвоем начинают в меня влюбляться, обе, потому что я, у них вызывают проявления, последствия того состояния, которое должно было бы быть, да, и они начинают об этом думать, у них возникает какое-то обвиение сердечка уже, какое-то волнение передо мной, да, они начинают на меня смотреть, уже не ровно на меня дышать, да. Дальше, следующее, например, фишка, это, фишка крутейшая, это, когда ты сегодня будешь чистить зубы, если ты подумаешь обо мне, значит влюбилась, запомни это. В любом случае, подумает она обо мне вечером, не подумает она обо мне, в момент, когда я это говорю, она уже начинает испытывать это состояние. Но если она, не дай бог, подумает во время того, как будет чистить зубы обо мне, то она еще и накрутит себя и будет думать, блин, ну, нужно мне это говорить, твой мать, что делать. Ну, еще ряд, много разных классных фишек, например, там, если я приснись, то это все, это вообще хоро, тогда совсем шансов нет, я об этом говорю. Каждый раз, когда я об этом говорю, у нее все мысли вокруг этого крутятся, да. Она все время пытается не влюбиться и все время напороться на одно и то же, начинает в нее влюбляться. Дальше твоя задача усиливать это состояние. Как его усиливать? Есть простые фишки усиления состояния влюбленности. Первое, это опасность. Ты говоришь, ты знаешь, не влюбляйся в меня, это опасно. Второе, это интрига. Она тебя спросит, почему? Почему это опасно? Ты скажешь, я не могу тебе сказать. Многие девушки влюблялись в меня, и им было после этого очень больно. Третье, это конкуренция. Многие девушки влюблялись в меня. И еще очень важная, крутейшая вещь, которая усиливает состояние влюбленности, это когда это делаешь не ты. То есть, когда ты это делаешь через другого человека. Например, не я говорю ей, что в меня все влюбляются, а говорит ей моя подруга, охотница или мой напарник, который мне помогает. Он может сказать, слушай, а ты не знаешь, почему в Аликса все влюбляются? Она скажет, а что в него все влюбляются? Ну да, все девушки в нее влюбляются. И она уже начинает понимать, что это, скорее всего, правда. Потому что, если это говорит кто-то другой, какой-то сторонний человек, то это, скорее всего, правда. И даже если ты девственник, это будет работать, она уже будет думать, что в тебя все влюбляются. Поэтому вот эти четыре фишки, четыре усилия. Это состояние влюбленности. И когда ты начинаешь делать фишки, ты всегда добиваешься к этим усилениям. Когда ты делаешься в совокупности, то эффект всегда получается очень умышленный, сильный. Если девушка даже знает об этой технике, все равно это будет работать. Если девушка знает, это работает еще круче. То есть, она знает, что ты делаешь. Она пытается не влюбиться. И она все-таки в результате влюбляется. То есть, эта вот вещь, которая, если ты с этим играешь, она уже начинает сильнее работать от того, что она просто знает. Даже если она прочитала в книжке эту технологию, или она посмотрела на видео тренинга, то все равно это будет работать. Так, что там какой-то гром, это ничего страшного. А то, что очки, их надо снять, потому что если они не будут прикосаться к микрофону, то надо снять. А мы не проверяли ни разу, мы же не посмотрели. Давай проверим. Так, дорогие друзья. Сейчас когда-нибудь из вас влюблялся, я двигаться буду, это раз в жизни. Наверняка каждый влюблялся. Фонит чё-чё, да? Нет, фонит ты это вот берет. А что ты делаешь здесь? Ну, что, вы сказали, что ты двойник. Ты знаешь, осторожно, микрофон. Да вижу. Вот это все. Ты двойник или нет? Ты снимаешь сейчас секунду, чтобы вы поняли. И больше того, как ты мастердал. Это сочное состояние. Ты начинаешь как-то себя... Все, ладно, не будем, Алексей Сергеевич. Нормально. Последствия какие бывают? Спасибо. Спасибо.